Приветствую всех фанатов вселенной Вархаммер. Сегодня вновь живое включение и да, мы обсудим новые минички, которые показали на превью онлайн. Показали их немало, есть что обсудить и о чем поговорить. Благо, мои подписчики в группе ВКонтакте в моей попросили это сделать. Ну, в общем-то, традиционные новые миниатюры для сороки, а оса мы с вами обсуждаем. Это живое включение, поэтому за некоторые мои тупняки, избивки, оговорки, прошу меня простить, все пишется на живую. Итак, поехали, превью онлайн. Сегодня утром продемонстрировали новые миниатюры. В основном, конечно, праздник пришел на улицу Эльдароводов, но был и такой неожиданный. Это действительно был самый неожиданный сюрприз и для хаоситов, тех, кто собирает особенно демонов. И особенно демонов Кхорна. Ну, вы поняли, к чему я веду. Да, это наш любимец, он наконец-таки появился, к чему я очень рад. Единственное, конечно, огорчение, что он пордж-ворлдовский, а это значит, скорее всего, смола. Такое. Ну, сам факт, что миниатю появилась, здорово, но об этом мы поговорим чуть позже. Все-таки давайте соблюдать хронологический порядок. Как презентовались новости в этом превью онлайн. Мы с вами, опять же, повторюсь, обсуждаем только миниатюры. Тут и нет, собственно, правил. Только внешний вид. В общем-то, это такое личное мнение. Это не истина в последней инстанции. Естественно, у вас может быть другое мнение. И это естественно. Так. Давайте начнем с Эльдаров. Эльдар. В порядке. Реоритета. Как их показывали, да? В порядке очереди. Первым показали новые миниатюры для Эльдар. Ну, как новые? Это обновление старых отрядов Эльдар. Можно я их буду называть Эльдары, а не Аэльдары? Так вот будет привычка аутфага, да? Как-то Эльдары прям, ну, меня корежит, честно говоря, так их называть. Давайте их, уж простите, буду называть их Эльдары. Аватар. Его показали еще вчера. Минька крутая. Ну, во славу к хорна, конечно. И фэнтезийность во все поля. Знакомые сказали, что, блин, ну, Миньечка прям не под сорокет, а под Age of Sigmar. Что здесь сайфайного? Ну, я не знаю, что здесь сайфайного. Я не знаю. Как бы визуально по своей идее это прям идеальная минька какого-нибудь Демон Принца с конверсиями для к хорна. Ну, тут, конечно, конверсии заколебешься, и никто это не будет делать, скорее всего, потому что срезать вот символику Эльдары это прям безумие. Нужно, опять же, переделывать маску, хотя не так сложно. Сама по себе миниатюра крутая. И, в общем-то, если так уж говорить, Аватар это одна из вообще самых первых миниатюр, с которой я столкнулся в настольном Warhammer 40 000. У нас в клубе у одного товарища был еще тот классический металлический олдовый Аватар. Блин, им, наверное, прибить можно было. Весело, минька, ой-ой-ой, сколько. Но, кстати, очень прикольная. Я с тех времен ее запомнил. Мне она очень понравилась по дизайну. Этот товарищ очень так же крут. Ну и, конечно, по своим размерам, по высоте, я думаю, серьезно превосходит старого. И, в общем-то, даже видео ГВшники выпустили на эту тему. Но, в принципе, клевая миниатюра. Чем-то по своей такой позе, не знаю, почему она не напоминает Желемана, тот тоже с мечом. Одна нога поставлена на камень чуть повыше. Но вот именно одинаковость поз какая-то вот... Ну так. В последнее время начинает немножко... Ну не то что раздражать, но как-то смущает пока. Вот, кстати. Вот этот товарищ чисто... Такое чувство, что примаршировал из АОСа, из Age of Sigmar. Вот этот пободрее прям. Если сравнивать варианты... Ну тут шапка у него классная, чё говорить. У этого прикольнее, но этот прям фэнтезиан на фэнтезиан. Мауганра. А вот тут прям спорные отзывы. Вот я поговорил со знакомыми, и мнения прям сильно разделились. Кому-то эта миниатюра вообще зашла прям там... Крики, вопли, визги, что это 10 из 10. Какой красавчик. Лапочка, пусенька и так далее. Но! Опять же вот это... Ставши уже классической позой. Я пытаюсь сделать шпагат, стоя на остатках какого-либо здания. Мне у него не понравилось, как в этой миниатюре, мне не понравилось, как сделана спина. Вот спина, вот на мой взгляд, сделана как-то очень у этой миниатюры. Плоская, я бы даже сказал, по 2D-шному как-то. Ну, мне она не понравилась. Мне не нравится, как сделан вот этот элемент миниатюры. Мне не нравится, как сделаны вот эти наплечники. Вот как-то оно смотр... Вот этот элемент дизайна смотрится как-то уже липовато. Честно, у меня эта миниатюра и восхищение не вызвало. Мне не захотелось ее купить, но опять же, я не Эльдаровод. Может быть, она им зайдет прям на ура. И вот с этого ракурса он смотрится куда интересней, чем со спины, потому что вот, ну, как вот это сделано, мне категорически не нравится. Но это опять же мое мнение. Да, все-таки в комментариях там народ писал, что может быть не будет, они не будут водить аспектников, обновлять. Да нет, они это сделали. Вот, Жаннинг Спирс. Сияющая копия. Ну, так, я не знаю, то ли их так сфотографировали, то ли это такой контраст, в общем-то, на черной подложке вот этого слайдера, да, но они прям, не знаю, предвестники эпилепсии. Вот, если так смотреть, вот, можно познать, в общем-то, дзен, и унестись в варп, и все такое прочее. и, ну, не считая копий, они почти не изменились. С одной стороны, это прям реально клево, вот, я думаю, что есть ребята, которые помнят, вот, эти классические миниатюры сияющих копий, да, блин, можно вбить в поисковике и найти, вот, как они выглядят вот сейчас, потому что, в общем-то, продажи, как понимаю, их пока еще не выпустили, но, естественно, сегодня был превью. почти ничего не поменяли, вот, мне так кажется, если издалека смотреть, ну, не особо сильно. Но это и здорово, вот, аскетичность определенная смотрится классно, и тут такая прям очень приятная, теплая, ламповая отсылочка к классическим моделям. Прям смотришь на эту картиночку и вспоминаешь времена четвертой, там, пятой редакции в садах. обновленные модели смотрятся здорово. Вот, там и Ева на заднем плане маячит, и вот они, новые копья, и новый аватар, новая гвардота, новые байки. Смотрится очень органично, при этом, а, ну да, Рипера, о котором мы с вами тоже говорили, видео есть на моем канале, тоже обсуждали эти модели. все смотрится очень органично и с таким вот бережным отношением к наследию предыдущих редакций. Очень круто. Вот здесь ГВшники молодцы. Нет таких чудовищных моделей, по типу Маулер Финдов, Мутиляторов, которые, по слухам, наконец-таки исчезнут там из, то ли из кодекса ХСМ, то ли, может быть, их вообще пока выпили. Я очень надеюсь, что это сделают, потому что это такая нелепица, ненужная. Нет вот этих абсолютно испоганиных Рапторов. Нет, все сделано очень бережно, качественно и с глубоким, глубоким уважением, почтением моделям предыдущей редакции. Вот в этом молодцы, твердая десяточка. Очень здорово. Следующая. Следующая это у нас АОСИ. АОСИ и Джев Сигмар, который меня немножко разочарова. Несмотря на то, что вот эта заставка прямогненная, но неожиданный набор опять Найтхонты, которые по количеству релизов, по частоте релизов, вот лично мое чувство уже приближается к Штормкасту. Такое чувство, что в АОСИ есть две титульных фракции. Это Штормкасты и Найтхонты, да и вообще вся фракция Смерти. Их обновили, им выдают всяких кучу плюшек новых, новых моделей, обновления, всего-всего-всего-всего. Ну, я, честно говоря, не особо рассчитываю на обновление кодекса Батлтона, Клинков и Хорна. Но, в принципе, если обновили Магодкин, вот я бы, на самом деле, был бы даже рад, если бы, и, по-моему, уже про это говорил, если бы кодекс, кодекс Батлтон, Клинков, Хорна, обновили так же, как Магодкин. То есть, один, ну, кни... Одна новая модель, книжечка Батлтон, кубики, всё. Это и по вложениям немного, и там нужно немножко подкорректировать правила, что-то подрезать, что-то добавить, подкорректировать цены. Пока как бы такого масштабного обновления, я, честно говоря, не смотрю на то, что обожаю эту фракцию, в Age of Sigmar, не хочу. Хочется что-то прям такого новенького. А тут... Да, Минька крутая, но это опять Лен Найт Хонтов. Опять. Ну, к визуальной составляющей миниатюре не придраться. Она выполнена на высочайшем уровне, очень крутая, все знакомые, которые у меня как или иначе связаны с Age of Sigmar в плане сборки армии, покраски, они там собирают, как есть, как и фановые игроки, как видят те, кто собирает на полочку и, в общем-то, турнирные игроки. Прям всем эта миниатюра понравилась, она реально крутая. Вот даже те, кто особо и не котирует Age of Sigmar, где же на Любу Сороковника тоже сказали, блин, Минька классная. Но она реально классная, но она опять же только для Найт Хонтов. Ну и тут, ребята, ну тоже хороши. Ну, Миньки классные, ну да, ну... можно и другим фракциям что-то отзыпать. Почему бы не Огр? Да, почему бы не сделать пару новых миниатюр для Огров? Они хороши, да, там, для... для Империи чего-нибудь новенькое. Ну, сейчас это City of Sigmar, может быть, они готовят какой-то прям гигантский апдейт для них. Ну, Лизардмены, они же Серафоны сейчас, уже, как бы, смотрят в недоумении, а нам что-нибудь перепадет или нет. Ну, такое. Девочка классная, мне она нравится. Такая, прям, тоже хорошая миниатюра, но это, как бы, не моя фракция, я ее не собираю, поэтому... А, чисто визуально, да, прикольный, может быть, ее можно было бы законверсить под Саваной Шитку, как мы с вами любим, ну, даже лучше под служительницу Хорна. Но, с другой стороны, опять, только одна новая миниатюра для хайнитов. Скромненько. Скромненько. Ну, и гвоздь этой... Главный гость и главный гвоздь этой программы это, конечно, Кабан. Кабанха, его все-таки выпустили, один из самых знаменитых кровожадов Хорна наконец-таки получил свое достойное настольное воплощение. Он офигенен. Блин, я вот залюбовался этой мигой, она сгладила лично для меня все шероховатости и некоторое огорчение от сегодняшнего превью онлайн. То есть, я хотел, конечно, увидеть Катачан, я так надеялся, но нет, нет. Но этот парень все искупил, он прекрасен. Наконец-таки тройка самых знаменитых кровожадов собрана. Это Анград, Кабан и Скорбрант. Он офигенен. Плохо, что, скорее всего, он форджовский и поэтому смола. Но по детализации я прям сегодня позалипал минут 10, рассматривал такой, думаю, блин, какой он красавчик Кабан. Вот Кабана сделали здорово. Такого в коллекцию, особенно тем, кто собирает армию Кхорна, неважно, с Ракете или Вейдж оф Сигмар, вот такую мигу. нужно пожелать таким людям, чтобы эта миниатюра оказалась у них в коллекции, ибо она того стоит. Выполнен очень клево. Ну, разве что хвост такой годзильный, но ладно. Все ок. зато топор, броня, крылья, ох, прям, он хорош, реально хорош. И подставка очень круто сделана. Очень круто. Интересно посмотреть, как он по размерам будет, но, судя по всему, не маленький, особенно учитывая, вот, можно прикинуть размеры тут поверженного кровавого ангела, сравнить, так, перенести проекцию, так, посчитать. Крупный будет, товарищ, крупный. Здорово. Это для меня все, а для меня это десяточка. Я даже ничего больше говорить не хочу. Ну, может быть, то, что крыло, хотя нет, да крыло тоже клево сделано. И, несмотря на годзильный хвост, мне очень менько нравится десяточка. Я поставлю десятку. Я восхищение. Ну, вы знаете, моя слабость разного рода служителям Хорна. Не будем обсуждать. Это анимашка нам не очень интересна. Корсары. 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 Да, они все-таки появятся, будут в киллтиме. Пора бы уже подучить нормальный киллтим и рубануть в него. Вот доделаю своих сестричек хаоса, и можно прям рубануть отлично. Клевая минька. Ну, не придраться. Тоже очень хороша. Повязочка. Не перегружена деталями, что, кстати, здорово. Такой вот, может быть, не очень удачный плюмаж у него, но, или волосы, ну, вот как, не знаю, может быть, просто ракурс. Ракурс не особо удачный. Но это такая первая ласточка корсаров. В сорокете, пускай и в киллтим. Кому-то не понравилось то, что, например, здесь есть такая птица. Откуда птица в космосе? Ну, ребята, это же Вархаммер. здесь в космосе может творить и в космосе, и на планетах, и где угодно может твориться все, что угодно. Это же сороковник. Не стоит к этому придираться. Минька классная. Тоже с элементами такой фэнтезии в плане вот так рука сделана с мячом. Но посмотрим, что дальше покажут корсарам. Пока очень-очень достойно. Вообще интересно, как что дадут еще новенького для киллтим. Крик дали, и я очень надеюсь на Катачан. Там ходили даже какие-то прохладные слухи про другие лидио... Тьфу, господи. Да. Про другие полки гвардии. Но я не особо в это верю, если честно. Время рассует. А! Ну и, конечно, Некрамунда. Здесь прям показали, вообще скромненько зажали, показали такие... Очень, кстати, классный ролик. Классный ролик. Если не смотрели, обязательно посмотрите. Ролик прям очень достойный. Рекомендую ознакомиться с этим произведением. Забавный ролик. Но по факту ничего особого не показали. Никаких миниатюр, ничего. Просто такой ролик в комиксовом стиле. Но! Некрамунда выходит за пределы Некрамунды. Да, Ash Wastes. Нас ждут пустоши. И это прям так завораживающе звучит, потому что тот же террейн для Некрамунды мне очень понравился. И вообще стилистика Некрамунды мне нравится. Единственное, что меня останавливает от того, чтобы в нее играть, это сам принцип вот этих компаний. то есть я своим графиком не могу выделить столько времени как бы на игры в регулярном режиме, да, режиме, последовательном, регулярном режиме, вот эти форматы компаний. Я бы очень хотел в это рубануть, но у меня нет сейчас столько времени, чтобы реализовать все задумки, которые у меня были бы по поводу Некрамунды. А играть так, что сегодня пришел, завтра не пришел, потом тебя прокляли, что ты не появляешься и рушишь весь кампейн, ну, тоже не хочется. Я буду лучше реденько ходить, играть в Age of Sigmar, может быть в сороковник скоро включимся. Но в плане миник, конечно, Некрамунда прекрасна, прекрасна. Особенно вот эта банда хорнитов, я так не приглядываюсь, думаю, блин, взять что-ли для коллекции, да, все-таки. Может быть и возьму, может быть, кто знает. Но если что, конечно, анбокс коробочки сделаю. Без проблем. Ну, вот на сегодня все-таки вот новости. Если пробежаться вот по этой картиночке, Кабан моя любовь 10 из 10, Эльдары классный релиз с уважением к моделям предыдущих редакций. Здесь без дураков ребята, скульпторы постарались, молодцы, топовый уровень. Опять Найтхонты, классная Минька, но опять Найтхонты. Они бы еще сделали бы, ну, по классике. Найтхонты против Штормкастов. Можно было бы сидеть и зевать. Мауганра не мое, мне Минька не понравилась, говорю сразу. Корсары прикольные, но маловато. Маловато показали для Kill Team, прям, мне кажется, народ ожидал хоть бы коробочку новую, хоть какой-то более масштабный релиз, может быть, другую сторону конфликта бы показали. Показали Корсара, он прикольный, но мало. Так что я бы сказал бы, очень круто, бережно, с любовью к старым миниатюрам. Найтхонты снова зеваем, не мое, Корсар прикольный, да мало. Ну, а на сегодня все, такое вот живое включение за некоторые сбивки и прочее. Прошу меня простить, так же, как и за мой сумбур, но вот как-то так. Надеюсь, что оно вам понравилось. До новых встреч, пока-пока. Ну и, конечно, всем Гидро Доминатус.